Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Объявление Национального собрания Республики Западная Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обменялись парой фразы Душамбе. В азербайджанском обществе активно сеют армянно-ненавистническую политику. Эрдоган должен быть готов к холодному приему в Германии. Сирия сегодня. Иран обещал жесткий ответ на агрессию Израиля. Коалиция занизила число жертв ее ударов. США останутся в Сирии, пока Иран сохраняет там свое присутствие. В Мараше продается старый армянский дом. В преддверии выборов Национального собрания Республики Западная Армения парламент страны еще раз напоминает гражданам о том, что, переходя по ссылке под этим видео, откроется опросный лист, на котором вы найдете информацию на предпочитаемом вами языке, который поможет вам узнать, как именно вы можете поддержать своего кандидата. На опросном листе вы должны написать на первой строчке имя и фамилию вашего кандидата. Далее заполните свои личные данные, чтобы стать гражданином Республики Западная Армения. Таким образом, ваше участие подтвердится, и у вас будет право участие в парламентских выборах, зная, что можно голосовать лишь за одного кандидата. Вы можете прочесть биографию абсолютно любого кандидата в онлайн-режиме, нажав на имя и фамилию данного кандидата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев имели в Душамбе краткую беседу. Как передает Армен Пресс, до начала встречи лидеров стран СНГ в узком составе состоялась церемония совместного фотографирования, после чего Никол Пашинян и Ильхам Алиев прошли несколько шагов рядом перед видеокамерами и обменялись несколькими словами. Азербайджан стал вести официальную армянно-ненавистническую политику после обретения независимости. Офис управления защиты прав человека Арцаха «Армян и ненавистничество в Азербайджане» об этом заявил эксперт по азербайджанским вопросам Анжела Елибегова. Во время презентации специального доклада об организованной ненависти и враждебности по отношению к армянам. В каждой второй речи первого лица мы видим проявление армянно-ненавистничества. Армяне являются врагами номер один для азербайджанцев. А общество принимает эти тезисы, которые того же армянно-ненавистничества на уровне министров и депутатов регулярно передаются населению. То же самое делает экспертное сообщество. Даже с помощью детских игр, сказок и учебников учат детей ненавидеть армян. И, кстати, это делается через дезинформацию, сказала Анжела Елибегова. По словам эксперта, Азербайджан сегодня не намерен решать эту проблему. Даже если власти Азербайджана начнут менять свою политику, очистят книги, прессу, то одно или два поколения должны пройти, чтобы отравленное сознание покинуло людей. Сегодня эксперт не видит таких тенденций. Они не впускают в Азербайджан тех, кто носит армянские фамилии, преследуют тех, у кого есть армянская кровь. В стране любое отрицательное явление связывают с армянами. Все это можно увидеть, зайдя на любой азербайджанский сайт, добавила Анжела Елибегова. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган должен быть готов к холодному приему в Германии. Об этом написал тюрколог Чатам Хаус Фади Факура на сайте CNN. По его словам, многочисленные немцы, независимо от их политических взглядов, отнюдь не симпатизируют лидеру Турции. Они вряд ли забыли, как Эрдоган в прошлом году сравнил должностных лиц ФРГ с нацистами. Не забудут они и его призывы к трех миллионам туркам, проживающим в Германии, не приспосабливаться к немецкому образу жизни. Эксперт также подчеркнул, что жители Германии обвиняют Эрдогана и в том, что тот в свое время не предпринял никаких мер для того, чтобы в 2015 году остановить большой потоп беженцев из Сирии. Греческая пресса сообщила о том, что в 2015 году он пригрозил заполонить Европу беженцами, если ему не помогут в решении кризиса, связанного с ними. По мнению тюрколога, немцы не смогут забыть о недружественном отношении Эрдогана к Германии, а также факт неосвобождения части задержанных соотечественников. Впрочем, и сам Эрдоган разочарован безразличным отношением Германии к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Эксперт отметил, что в прошлом году в Турции приветствовали публичные угрозы Эрдогана в адрес ФРГ. Однако, на его взгляд, однажды он пожалеет о том, что так поступил со страной, от которой так зависим. Он когда-нибудь поймет следующие слова американского драматурга Вильсона Мизнера. По дороге на вершину относитесь к людям хорошо. Вы их еще увидите, когда спуститесь вниз. Но уже будет поздно, отметил тюрколог. Иран пообещал Израилю суровый ответ на агрессию в Сирии. Высший совет безопасности Ирана пообещал Тель-Авиву реакцию, которая заставит пожалеть, если Израиль продолжит агрессию в отношении сирийских правительственных войск. Израиль стремится к укоренению кризиса в Сирии, предпринимая шаги по оказанию прямой поддержки террористических группировок и нанося удары по сирийской армии и силам, ведущим борьбу с боевиками. Если это продолжится, то Тель-Авив столкнется с реакцией, которая заставит их пожалеть, цитирует секретаря высшего совета безопасности Ирана агентство ТАСНИ. Напомним, после инцидента с российским Ил-20 Израиль заявил, что продолжит проводить военные операции в Сирии, но пообещал координировать их с Минобороны России. Сирийская арабская армия заняла новые позиции вокруг форпоста террористов Исламского государства в провинции Эс-Сувейда. По данным сирийского информагентства САНА, военнослужащие сирийской армии заняли выгодные позиции на вулканическом плато Ас-Сафа, окружив боевиков. Этому предшествовало вытеснение террористов с огневых рубежей в районе оазиса Кабр-эш-Шейх, который расположен у входа на вулканическое плато Ас-Сафа. Кроме того, сирийские правительственные войска выбили боевиков из ущелья Ка-Эль-Банат. В ходе этой операции были уничтожены 15 членов террористической организации. Сейчас в провинцию Эс-Сувейда переброшены бойцы элитных бригад Республиканской гвардии Сирии, которые готовятся к штурму форпоста боевиков ИГИЛ. За четыре года международная коалиция во главе с США в ходе своей операции непоголебимая решимость совершила 30 тысяч 8 авиаударов по Сирии и Ираку. В результате этих ударов погибли 1114 мирных жителей двух ближневосточных стран. В частности, с конца июля по конец августа 2018 года жертвами бомбежек коалиции стали 55 человек из числа гражданского населения. В отчете коалиции отмечается, что жертвы среди мирного населения Сирии и Ирака были непреднамеренными. Примечательно, что статистика сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека существенно отличается от информации распространенной коалиции. По данным центра, в результате авиаударов коалиции по целям в одной только Сирии погибло более 3 300 мирных жителей. США останутся в Сирии, пока Иран сохраняет там свое присутствие. Об этом заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, комментируя недавние комментарии высокопоставленных должностных лиц о том, что американские войска останутся в Сирии на неопределенный срок для противодействия Ирану. Он отметил, что присутствие американских военных в Сирии прежде всего связано с миссией долговременного поражения исламского государства. На вопрос связывает ли президент Дональд Трамп вывод американских войск из Сирии с выводом иранских войск? Джеффри отметил, что президент хочет, чтобы мы были в Сирии, пока это и другие условия не будут выполнены. На турецком сайте объявления о продаже недвижимости появилась заметка о продаже старого армянского дома в городе Мараш. Заметка опубликована под заголовком «Старый армянский дом». В ней отмечено, что дом имеет площадь 85 квадратных метров и продается непосредственно владельцам. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию хамшинские песни в исполнении ансамбля «Нубар». Музыка 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Музыка Музыка Музыка